Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Самарскую область с пастырским визитом прибыл глава Русской Православной Церкви, Патриарх Московский в Сеаруси Кирилл. Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, представители духовенства. Святейший Патриарх пробудет в Самарской митрополии два дня – 26 и 27 сентября. Первый день своего визита Святейший Патриарх Кирилл провел в Тольятти. Там он посетил Поволжский православный институт, а также возглавил всеночное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Спасо-Преображенском соборе. Завтра он совершит Патриаршую литургию и чин великого освящения Софийского собора в Самаре. Прямая трансляция начнется завтра в 9 утра на телеканале «Самара ГИС». Самара готовится к отопительному сезону. Идет активная подготовка котелин. 40 из них уже готовы подавать тепло в дома. Постепенно подключают больницы, школы и детские сады. До какого числа в Самаре все дома и учреждения будут в тепле, знает Валерия Куценко. В Самаре тепло появилось в 185 медицинских учреждениях города. Первыми согрелись батареи больниц в Промышленном, Октябрьском и Красноглинском районах. Отопление дали и в специализированном доме ребенка «Солнышко» на улице Осипенко, а также в центре для пожилых людей на мехзаводе. Подготовку к отопительному сезону во многих школах города начали еще с июня. Проводили опрессовку, проверяли задвижки, краны, радиаторы и трубы. Сегодня школы готовы к отопительному сезону почти на 60%, детские сады – на 63%. Теперь началась работа с многоквартирными домами. Жители должны с пониманием относиться к работе коммунальных служб. К примеру, в домах на улицах Победа и Старозагора работникам несколько дней не открывали двери. В результате часть квартир в подъезде не могли получить тепло. Как быть в таких случаях, решили на совещание в департаменте ЖКХ. Выездной штаб навестит безответственных соседей снова, теперь вместе с полицией. Завтра заходят с полицией для того, чтобы вот этой ситуации не возникало. Готовность объектов здравоохранения, где находится постоянно, круглосуточным пребыванием больных, осталось у нас пять зданий. Мы их точечно, это Вольская 72 назвали, это два здания дорожной больницы по котельным, которые не включены. Плюс у нас была Галактионовская 21 сегодня работает по этому зданию, ну и больница Середавина, три здания. Муниципальные, ведомственные, котельные тоже начали свою работу. Сейчас подключено 40 объектов. К 28 сентября планируется подключить и все остальные. Старую технику приводят в порядок. Раньше теплоснабжение и горячее водоснабжение интерната производилось вот от этих котлов, которые уже и морально устарели, но все равно мы их привели в порядок, и они находятся в резерве. И заменили этот котел, эти котлы на более экономичные. Он в количестве одного экземпляра полностью выполняет все функции, заменяет эту всю группу. В полном объеме подключить тепло во все дома и учреждения в Самаре планируют до 7 октября. Валерия Куценко, Максим Гусев, События. В Самаре ожидаются заморозки. Ночью градус термометра упадет до минус трех. Холодное лето и минусовые температуры в начале сентября удивляют жителей. Десять лет назад средняя температура первого осеннего месяца была плюс 17, когда как в этом году самарцы не избалованы теплом. Несвоевременный холод наводит на мысли о ледниковом периоде. В обществе самарских молодых ученых решили подстраховаться и пригласили в Самару известного антрополога, доцента биологической кафедры МГУ Станислава Дробышевского. Как выжить в суровых условиях узнала и Мария Левина. 5 градусов тепла в начале сентября в этом году против 30 градусов 10 годами ранее. Такая разница ощутима и не может не вызывать у жителей много вопросов. Станислав Дробышевский, известный антрополог, исследует причуды природы с помощью научных изысканий. Много-много наук, да, и это просто, как бы, ну, действительность. То есть, вот, насколько мы можем это узнать, мы это узнаем, и можем сделать предсказание, что может быть в будущем, ну, и, соответственно, выводы для себя, как нам в этих условиях себя вести. У любой науки вообще абсолютно должна быть некая предсказательная ценность, такая прогностическая, то есть для того, чтобы, ну, применить это на практике. И у истории она более чем очевидна. История самая жизненная из всех наук, уверен ученый. Ведь наша жизнь циклична. Ледниковый период был на Земле и не раз. Все хихоньки-хахоньки, там, ой, там, на градус меньше, вот, да, через 10 лет, глядишь, уже сидим на леднике и там сосульки шибаем с ушей. Дробышевский с юмором рассказывает самарским зрителям, как выживали в суровых условиях наши предки. Все-таки было интересно узнать, как выживали наши предки, с какими проблемами сталкивались, как их преодолевали. Являюсь поклонником Станислава Владимировича и узнал о нем в сети интернет. Очень нравится, что он часто отвечает на какие-то актуальные вопросы и расставляет все точки над... и с точки зрения науки. Увидел, что будет Дробышевский, тут же прилетел, потому что, ну, настолько популярная личность в Самаре, невозможно упустить. Он так завораживающе объясняет какие-то научные вещи, невозможно не понять. Один из секретов выживания, который раскрыл оратор – правильное питание в условиях природного катаклизма. Тема вечная, но голодным современный человек не останется при любых обстоятельствах, уверен ученый. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Изменения климата, загрязнения воды и почвы – такие экологические проблемы обсудили участники научного конгресса ЛПИД-2019. В Самарском политехническом университете состоялось официальное открытие трехдневного марафона. Самара, Москва, Саратов, Казань, Магадан и страны Европы готовы побороться за гранты, написать научные статьи и спасти планету. Как прошло первое научное заседание, знает Валерия Куценко. Главная цель научной площадки – объединить ученых и практиков для решения экологических проблем. Идей для научного обсуждения достаточно. Как утилизировать пластик и очистить водоемы и почву от нефтеперерабатывающих отходов. За 16 лет участники конгресса нашли единомышленников по всему миру, к примеру, во Франции и Италии. Главная цель встречи – дать возможность молодежи представить свои научные достижения. Одна из его участниц – студентка Самарского политехнического университета Анастасия Михайлова. Не первый год занимается разработками в экосфере. В своей научной статье девушка пыталась найти ответ на вопрос, что делать с асфальтомаслянистыми отложениями, которые скапливаются на нефтепроводе, испаряясь и загрязняя воздух и почву. Девушка предлагает построить битумный завод, на котором можно переработать этот материал. Мы разработали такую идею, которая помогает не только перерабатывать нефтешламы, которые непосредственно происходят в процессе добычи, транспортировки, переработки нефти, но мы еще предлагаем перерабатывать нефтешламы, которые уже существуют, которые захораниваются. То есть мы предлагаем нефтешламы, которые захоронены где-то, они в очень большом количестве на самом деле. Мы предлагаем их тоже переработать. Они в целом на окружающую среду негативно воздействуют. Они могут попасть как и в подземные воды, в грунтовые, так и испариться, попасть в атмосферу. Чтобы помочь природе хотя бы на бытовом уровне, ученые советуют заменить целлофановые пакеты хлопчатобумажными. Есть разработки, позволяющие перерабатывать бутылки из-под лимонада в волокно. Показываем людям выставку «Вторая жизнь отхода». Во что можно переработать бутылку? Пластиковые наши пакеты и покрышки. Можно делать влажные салфетки, которые мы с вами каждый день пользуемся. Все это может быть переработано из бутылки. Всякие там нетканные покрытия, автомобильный коврик. Вот, именно вот этот коврик переработан из бутылки. Ну здорово ведь, да? Не 500 лет портит нам окружающую среду, атмосферу, а вот сколько реальной пользы приносит. Научный форум проходит в Самаре с 2003 года. Победители конкурса проектов могут получить гранты. Ученые с именем могут рассчитывать на материальную поддержку до 6 миллионов в год. Студенты, делающие первые шаги в науке, на грант до 500 тысяч рублей. Как раз сегодня будет пленарное заседание. Я не сомневаюсь, мы услышим очень яркие доклады. И надеюсь, что как молодые участники, так и участники из других регионов, а география участия очень широка, они смогут обменяться опытом, узнать что-то новое, ну и представить вот свои достижения. Экологический конгресс завершится 28 сентября. Помимо грантов, победители смогут отправиться в Италию, в международную летнюю школу. Валерия Куценко, Сергей Баскин, События. В Самаре продолжают приводить в порядок дороги по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Ремонт на улице Старозагора близится к завершению. Работы там идут с опережением графика. Сегодня ночью наносили дорожную разметку. Свежие линии проверила Мария Левина. Почти 2000 квадратных метров новые разметки. выполнены из высокопрочного материала термопластика с использованием стеклошариков для отражения света фар. Например, эти линии нанесены буквально 5 минут назад. Но сомневаться в их стойкости не приходится. Материал готовят на месте, разводят сухой порошок при больших температурах и вуаля, маленькая машинка готова творить. Рисует она не пейзажи и натюрморты, а то, от чего зависит безопасность на дороге. Сплошные и пунктирные линии, и пешеходные переходы. Здесь находятся места массового притяжения граждан. Это парк Гагарина, это Самарская соборная мечеть, это бульвар Старозагора. Поэтому мы учитывали необходимость того, чтобы граждане могли свободно передвигаться. На участке от улицы Советской армии до улицы Нового вокзальной 11 пешеходных переходов, которые будут выкрашены в соответствии с план-схемой, предусмотренной, департамент транспорта, согласованность ГИБДД. Улица Старозагора претерпела большие изменения. По национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги ее полностью привели в порядок. Заменили асфальт, бортовые камни и даже тротуар. Здесь появились два новых светофора и дорожные знаки. Теперь можно поворачивать направо на Советской армии и Ново-Вокзальной. Изменения здесь трудно не заметить, даже сейчас, когда работы еще не завершены. Много дорог делают, это очень радует. Здесь тоже, около парка, хорошо, чтобы все было, дорога была ровная, чтобы люди ходили, пешеходов тоже, чтобы не только о водителе, но и о всех. Гарантия на разметку полтора года. Последующие три года следить за дорогой будет компания, которая сейчас занимается ее ремонтом. Это условия контракта жизненного цикла. Чистить снег, убирать улицу, потому что проблемы есть с вывозом снега. Зимой, например, бордюры иногда вывозят вместе со снегом. Чтобы этого не было, одна компания и содержит, и ремонтирует, чтобы не было противоречий никаких. Сейчас ремонт на финальном этапе, работают с упережением графика. Здесь уже привели в порядок дорожный участок в 40 квадратных метров, 20 квадратных метров газона и столько же тротуара. До конца октября подрядчик хочет доделать дорогу до улицы Воронежская, хотя в плане было до Ново-Вокзальной. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. Не ждут милости от госжилинспекции и решают судьбу своих домов сами. Жители 800 многоэтажек поменяли управляющие компании, которыми были недовольны. Как это сделать быстро и с минимальными потерями, выяснил Анатолий Головко. Под крышей дома своего жители трехэтажки на Краснодонской чувствуют себя крайне неуютно. Кровля протекает. Управляющая компания бездействует, отговариваясь лишь обещаниями. В итоге коммунальный триллер со всеми в прямом смысле слова вытекающими последствиями. Вздувшиеся потолки, облезлые обои, плесень на стенах. Воду приходится вычерпывать ведрами и постоянно дежурить у места протечек. Людмила Струнилина, которая живет на третьем этаже, признается, от всей этой неустроенности получила хроническое заболевание. Треснул потолок, все провисает, в любой момент это может рухнуть. Поэтому не знаю, каким образом косметически это не сделаешь. То есть ПЖРТ должна вскрывать потолок и, соответственно, там производить замена. Управляющая компания ПЖРТ номер 11, а именно она обслуживает многострадальный дом на Краснодонской, давно находится в черном списке. Активисты ОНФ еще в начале года составили антирейтинг недобросовестных, на взгляд, общественников коммунальных контор. Проанализировав документы с сайтов «Электронная ЖКХ» и «ГИС ЖКХ». По всем этим документам, кроме акта домоходов, стоит только, можно сказать, плюс. Все остальные акты опрессовки – это пустой лист размещен, пустой лист размещен и в качестве акта промывки. Паспорт готовности выгружен вообще совершенно другого дома. По словам специалистов, с недобросовестными поставщиками услуг нужно и можно бороться. Первый механизм – административный. Если управляющая компания не исполняет предписание жилищной инспекции хотя бы два раза в год, она теряет дома, которые обслуживает. Проще говоря, коммунальщиков выселяют на улицу с уже испорченной репутацией. И второе, которое недостаточно в настоящий момент используется механизм, это механизм им сами жители выбирать другую управляющую компанию. Этим подходом уже воспользовались жители более 800 домов. Они сменили управляющие компании, объединив усилия. Халатность в наше время обходится дорого. Коммунальщики не только теряют клиентов, но и тратят уже заработанные деньги. За лень и безответственность приходится платить крупные административные штрафы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. В этом году в Самаре были найдены и удалены 166 граффити с рекламой онлайн-площадок, на которых торговали наркотиками. Информацию об этих сайтах передали в Роскомнадзор для того, чтобы госслужба проверила и заблокировала эти ресурсы. Затем, чтобы на самарских домах не было рекламы опасных веществ, постоянно следят народные дружинники и сотрудники районных администраций. В Самаре последовательно борются с распространением и употреблением запрещенных веществ. Сотрудники администрации города и общественники постоянно проводят рейды в поисках мест, где производят, продают и принимают наркотики. Вся информация немедленно передается силовикам. Особое внимание молодежи. Вместе с полицией и прокуратурой сотрудники администрации регулярно проверяют места, где собираются подростки. Сотрудники антинаркотической комиссии отмечают положительные результаты на лицо. В этом году, например, в городе не зафиксировано ни одного случая острого отравления детей и подростков наркотиками. В Самаре состоялось торжественное открытие новой казармы в Волжском спасательном центре МЧС. Новое здание соответствует всем современным стандартам. 145 военнослужащих уже готовы к комфортным условиям. Как прошло открытие общежития, знает Валерия Куценко. Вместо огромной казармы на десятки человек теперь в Волжском спасательном центре МЧС уютные кубрики на троих военнослужащих. Новое здание соответствует всем современным стандартам. На каждом этаже просторная прачечная со стиральными машинами и гладильными досками. В солдатских комнатах удобные кровати, специальные места для берцев, сушильные шкафы, собственные раковины, душевая и туалет. Есть здесь и комнаты отдыха со свободным выходом в интернет. На каждом этаже тренажерный зал. Никита Евдокушев – парень спортивный, поэтому рад, что утреннюю разминку можно делать в самом общежитии. Там есть тренажеры для жима лёжа, там есть и гири, и гантели. Ну, стандартный набор такого небольшого спортивного зала. Впечатление самое наилучшее. Всё стало гораздо удобнее, размещение, ну, всё сделано чётко и без лишнего. Всё полностью максимально комфортно, оптимизировано для службы, я бы даже так сказал. В новом здании будут жить 145 солдат срочной службы. В гости к ним заглянул заместитель министра России по делам гражданской обороны, ЧАЭС и ликвидации стихийных бедствий Николай Гречушкин. Остался доволен. В казарме имеется всё, что необходимо для жизни, быта. Начинают место размещения, чайные комнаты. Ну, всё вы это зайдёте и увидите. Сейчас мы проведём торжественное открытие. И желаю, как в новом доме, всем успехов и, главное, здоровья. Дальнейших побед на благо нашей Родины. Это новый формат, именно размещение военнослужащих, который позволяет добросовестно выполнять военнослужащему задачи, которые стоят перед ним. Почему? Потому что он проживает в комфортных условиях. Мы уверены, что создание таких условий приведёт только к повышению качества выполнения задач, стоящих перед Волжским спасательным центром при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 2020 году ремонт ждёт и соседнюю казарму, где сейчас живут 145 человек. Валерия Куценко, Максим Гусьев, События. Теперь коротко о других темах дня. В Самаре электрик погиб от травмы на рабочем месте. Медикам не удалось его спасти. Слесарь-электрик самарского подразделения Куйбышевской транспортной ремонтной компании работал на крыше вагона. В этот момент двигалась кабина мостового крана, которая ударила его в спину. Мужчину с травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось. Подполковник полиции задержан в Самаре при получении 350 тысяч рублей. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали её с поличным. По данным источников правоохранительных органах, история эта началась с того, что одного из дознавателей заподозрили фальсификацией доказательств. Подполковник об этом узнала и якобы вышла на родственников дознавателей с предложением помочь. За свои услуги, по версии следствия, женщина запросила 350 тысяч рублей. Взамен обещала, что того точно к уголовной ответственности привлекать не будут. Якобы она приложит к этому все усилия. Через родственника дознавателя она получила деньги, после чего её задержали сотрудники ФСБ. Следствие предполагает, что реально помочь задержанная не могла и не собиралась. А потому уголовное дело, вероятно, будет возбуждено по статье «Мошенничество». Материалы уже переданы в региональный следственный комитет. Самарская ракета «Союз-ФГ» успешно стартовала на космодроме Байконур. Космический корабль на орбиту она вывела в последний раз. Это был 70-й запуск ракеты-носителя. Полёт по плану продлится 187 суток. В основной экипаж вошли космонавт Олег Скрипочка, астронавт НАСА Джессика Мэйр и участник космического полёта от Объединённых Арабских Эмиратов Хаза Аль-Мансури, сообщили в Роскосмосе. Корабль доставил на станцию 180 кг груза, который состоит из комплектов спецоборудования. Также там находится оборудование для космических, геофизических и медицинских экспериментов, личные вещи космонавтов и 10 кг свежих овощей и фруктов. Ремонт заводского шоссе в Самаре закончат в 2020 году. Дорогу обновляют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так идёт реконструкция заводского шоссе между улицами Авроры и 22-го партиезда рядом с рынком Норд. Подрядчик должен переложить водопровод, теплые электросети и канализацию. Дорогу будет четырёхполосной, также обустроят газоны и тротуары. В октябре этого года полностью откроют движение на заводском шоссе в границах улиц 22-го партиезда и Земица. Там обновили 75 тысяч квадратных метров проезжей части и 25 тысяч квадратных метров тротуаров. Недалеко от пересечения с проспектом Кирова откроют подземный переход. Российские и зарубежные театры покажут постановки для самарского зрителя. В Самаре проходит фестиваль «Волга театральная». Каждый вечер на сцену театров выходят артисты из других городов, чтобы удивить самарского зрителя и подарить настроение. Дух забайкальского края передали артисты из Читы. Мария Левина на один вечер перенеслась в сибирскую глубинку. Этим вечером самарские зрители будто перенеслись в Забайкалье и проникли с невероятной атмосферой этого края. На сцене Самарского драматического театра «Забайкальская кадриль». Это гостевой спектакль в конкурсную программу фестиваля «Волга театральная» он не входит. Театр приехал из Читы в свой юбилейный 80-й год. Считается, что основатели театра артисты из Куйбышева. В далеком 39-м они приехали в Забайкальский край с пятью спектаклями. Там и остались. Спектакль «Забайкальская кадриль» мы считаем своей визитной карточкой и практически всегда на гастролях открываемся этим спектаклем. Спектакль с большой историей. Его начали играть еще с 2000 года. С каждым годом добавлялось что-то новое. Менялся и актерский состав. Но главное оставалось неизменно. Постановка позволяет лучше понять характер народа, который проживает в тех красивых, но суровых краях. Наверное, какой-то вот док сибирский, вот наш, забайкальский. Мы не зря назвали ее. Видите? Забайкальская кадриль, а не Прибайкальская. Вот именно наша такой вот забайкальская, в этом чувствуется характер наш. Даже вот и в речи, во всем, вы это почувствуете. Женщина, которая ворует кирпичи. Наш забайкальский Говард, чтобы вот именно нашу забайкальскую глубинку показать. У нас же все-таки мы отличаемся даже с Иркутском. В этот вечер фестиваль Волготеатральная развернулся на нескольких площадках. В театр Самарская площадь приехали молодые артисты из Тольятти с пьесой Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Спектакль по одесским историям Бабеля «Король» показали самарские артисты в театре «Камерная сцена». Напомним, фестиваль Волготеатральная пройдет в городе до 30 сентября. Мария Левина, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я, Александр Ломаев, с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин